Больше 12,5 тысяч медиков получили сыворотку от коронавируса в последние две недели. Процесс продолжается даже в выходные. С пятницы иммунизируют и работников службы первичной медико-санитарной помощи. Речь о сотнях семейных врачей, медсестер, водителя и сотрудников из помогательного персонала и администрации. В некоторых учреждениях первый этап уже завершается. Так, в столичную поликлинику номер 3 в пятницу доставили 200 доз вакцины и до завтрашнего вечера планируют применить все. Во время обязательного медосмотра человек читает о вакцине, возможных реакциях на нее. Подписав письменное согласие на иммунизацию, отправляется в соседний кабинет. Препарат хранится прямо здесь, в специальном холодильнике, который поддерживает температуру, оптимальную для вакцины производителя Астрозенека – плюс 2, плюс 8 градусов. Валентина Мирон уже хорошо знакома с процессом. Сама она вакцинировалась еще на прошлой неделе. Теперь прививает своих коллег. Температура, как и другие побочные эффекты, является нормальной реакцией организма на вакцину и признаком формирования иммунитета. Обычно все проходят спустя сутки после прививки. Вакцинация стартовала в 8 утра. Через 15 минут, которые положено провести под наблюдением, сотрудники поликлиники приступили к работе. Сын – регистратор. Он хочет, что мы вакцинируем, так и тот, что у нас вакцинируем, что врешь и успелся на таз. Почему я решила? Потому что надо. Нам еще дальше жить, нам еще дальше работать. И, в принципе, я люблю свою работу, поэтому не хочу меня не пропускать. В этой поликлинике вакцинацию медработников первой дозой вакцины Астрозенека планируют завершить уже завтра. А руководство уже готовится к началу массовой иммунизации населения. Сразу после процедуры каждому выдается на руки свидетельство о вакцинации против COVID-19. Документ содержит ваши личные данные и информацию о препарате. Иммунный сертификат подтверждает наличие у его обладателя антител к коронавирусу.